Предупреждения полицейских, денежные штрафы и даже аресты на трое суток не останавливают наших граждан, перебегающих дорогу в неположенном месте. Статистика показывает, около половины дорожно-транспортных происшествий в Казахстане происходят с участием пешеходов. Кто прав, а кто виноват, попытались выяснить мои коллеги. Торопился, не обратил внимания или просто задумался. Самые частые объяснения пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте. Каждый день сотрудники полиции останавливают десятки таких о чем-то думающих и невнимательных жителей столицы. Однако, несмотря на это, число подобных нарушений не уменьшается, а количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и вовсе растет. Пешеходы нарушают правила дорожного движения, то есть переход дорогу не установлено в местах, либо на запрещающий сигнал светофора переходит, в результате чего происходит дорожно-транспортных происшествий. По вине пешеходов было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году эта цифра была 56. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 3 человека. Штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 5 МРП или чуть больше 12,5 тысяч тенге. Попался еще раз, заплачешь сумму размером 20 месячных расчетных показателей. В крайнем случае можно остаться в неволе на трое суток. Но ни то, ни другое особо наших людей не пугает. Всего уже с начала года в столице в дорожно-транспортных происшествиях травмы различной степени тяжести получили без малого 400 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2018 число пострадавших едва превысило две сотни. Для того, чтобы хоть как-то снизить плачевную статистику, в Казахстане предлагали снизить разрешенную скорость в населенных пунктах с 60 до 50 км в час. Однако некоторые эксперты считают, что подходить к вопросу необходимо более системно. Все, по идее, должны знать правила дорожного движения. Как себя вести? Что означает эта разметка? Можно здесь стоять? Можно здесь ехать? Можно здесь ходить? То есть это первое. Затем, те же, я не знаю, умные уже системы, умные светофоры. Правильная разметка, правильная организация дорожного движения. Допустим, вот как водителя часто встречают, что наш замечательный зеленый город и замечательными зелеными деревьями закрывают замечательные дорожные знаки. Их не видно. И когда вы не видите знак «Уступи дорогу», вот, и вдруг оп, а он появляется, когда вы уже остановиться не можете. Это тоже. То есть здесь очень много факторов. Также, по мнению главы Независимого автомобильного союза, даже если решение о снижении скорости для автомобилей в черте населенных пунктов будет принято, то оно не должно распространяться повсеместно, включая объездные дороги. Они-то как раз и привлекут внимание водителей, предпочитающих, что называется, постоянно давить на газ. Плотность движения внутри городов уменьшится, а следовательно, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие, хоть и немного, но снизится. Елена Шрайбер, Андрей Деменок, Ганел Шумбаев, Хабар, 24.